Для милых детей и замечательных родителей. Первая книга Александра Прохорова начинается именно с такого эпиграфа. А как иначе этим вопросом поэт задается уже не один год. Он с большим удовольствием встречается с совершенно разной детской аудиторией. И каждый раз отмечает, именно у мальчиков и девочек всегда есть чему поучиться. Писал, честно говоря, давно. Начиная со школы начал я писать. Но эти стихи нигде никогда не хранил. А идею издать книгу и идею именно продолжать писать, это уже попросили, подсказали мне мои дети. Просто на ночь, когда я их укладывал спать, читал им свои стихи. И они всегда, папа, а когда же будет книжка, чтобы можно было почитать, мы хотим почитать твои стихи своим друзьям. Пришлось удовлетворить просьбу детей и написать книжку. На очередную встречу с юными читателями Александр Прохоров подготовил целую викторину. Вместе с ребятами он читал свои стихи, а также знакомил мальчиков и девочек с известными классиками русской литературы, рассказывая о них интересные факты. Как многодетному папе, хорошо знающему психологию малышей, Александру быстро удалось найти контакт с аудиторией. Вопросов к автору, о его творческом пути и планах было много, не только у детей, но и у взрослых. Конечно, в своем большинстве они касались личности Александра, его увлечениях, интересах, встречах и сюжетах, которые становятся основой для новых произведений. Ни одного придуманного стихотворения нет. Все истории это из жизни. Из жизни своей, из жизни детей, из жизни друзей, из жизни моих знакомых, которые рассказывают о своих детях. То есть мне остается только придать форму стихотворения и все. Встречи с такими талантливыми людьми в стенах Брестской детской городской библиотеки имени Пушкина проходят довольно часто. Каждый раз гости литературного праздника привносят в удивительную творческую атмосферу новые нотки. Сам Александр Прохоров еще только в начале своего творческого пути. Однако с уверенностью можно сказать главное. Об этом талантливом поэте мы услышим еще не раз.